Творческие вступительные испытания для абитуриентов продолжаются. Астанинская тройка в сборе. Состоялись трехсторонние переговоры России, Ирана и Турции. Вот мы и встретились. В Россию пришел кентавр. Всем привет! В эфире универнился, а в студии Карина Саяхова. Айтилицы и лицеи имени Николая Ивановича Лобачевского, Казанского федерального университета, вошли в список лучших школ Республики Татарстан по высокобальным результатам ЕГЭ. Айтилицы подготовила шестерых стобальников. По математике Аделину Алимову, Андрею Павлову и Александру Маслову. По информатике Романа Гурова, Аделину Алимову и Артура Лукьянова. По русскому языку Яну Шакирову. Лицеи имени Лобачевского подготовила трех стобальников. По обществознанию Айселу Назмуддинову, по русскому языку Елизавету Николаеву и Лейлу Хобибулину. У лицея имени Лобачевского 196 высокобальных результатов. У Айтилицы 147. Всего таких школ в Республике 11. Речь идет о тех, чей результат от 80 баллов и выше. Серия творческих вступительных экзаменов уже коснулась абитуриентов Казанского федерального университета, желающих поступить на направление журналистика. О том, как проходил экзамен, смотрите в сюжете. В Казанском федеральном университете прошел творческий вступительный экзамен для абитуриентов по направлению журналистика. Подготовлено два профиля. Это новые национальные медиа, который проходил на татарском языке, и мультимедийная журналистика, который, в свою очередь, был на русском языке. Экзамен письменный. На него отводятся два часа. Два этапа. Первый этап – это эссе на заданную тему. Темы касаются социальных, актуальных социальных направлений. Абитуриент должен раскрыть тему, он должен представить свой взгляд, аргументы, доказательства, выводы. Одно из испытаний данного экзамена было творческим, как в онлайн, так и очном формате. Заявлено более 200 абитуриентов. Отметим, что экзамен состоялся на дневное отделение. На заочное отделение экзамен же состоится 1 августа. Всю неделю будут проходить активно, проходит вообще, в принципе, серия вступительных испытаний. Началась она вот уже с субботы. В понедельник прошел один из самых больших экзаменов – это русский язык. Вчера был первый день экзамена тоже творческой направленности. Это рисунок. Сегодня второй день очного экзамена по рисунку, потому что желающих пройти это испытание очень много. Вчера прошло порядка 250 человек. Сегодня ожидается приблизительно такая же цифра. Напомним, что всю неделю будет проходить серия вступительных испытаний творческой направленности. Все подробности о предстоящих экзаменах будущие студенты могут узнать на официальном сайте Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Алина Красильникова, Фариз Ахидаглы, Универньюз. 20 июля журналисты местных средств массовой информации посетили и ознакомились с передовыми технологиями научного центра мирового уровня Казанского федерального университета. Все подробности смотрите далее. Основной темой пресс-тура стал знакомство с передовыми технологиями научного центра мирового уровня, отвечающими повестке импортозамещения. Первым местом, куда прибыли гости, был химический институт имени Александра Бутлерова Казанского университета. Здесь прошла экскурсия по лабораториям НЦМУ, связанным с исследованиями в области энергетики, климата и природных ресурсов. Далее гости проследовали в Центр превосходства цифровых технологий и нефтегазовой отрасли, где посетили Центр моделирования ТРИС и познакомились с уникальной установкой труба горения. Затем гости посетили Институт геологии и нефтегазовых технологий, где им продемонстрировали 3D-геоцентр с презентацией результатов деятельности Центра дополнительного образования Гео, научно-образовательный центр геотермохронологии, ПВТ-лабораторию гидратных технологий захоронения парниковых газов Казанского федерального университета. Все, что касается газовых гидратов, мы здесь исследуем. То есть это ингибирование образования газовых гидратов, это промотирование образования газовых гидратов, то есть обратный эффект. Ингибирование используется, ингибиторы гидратообразования используются при транспортировке нефти, при транспортировке газа, чтобы не закупоривался трубопровод вот этими гидратными пробками. Что касается промотров гидратообразования, то здесь речь идет о ином приложении. То есть это образование газовых гидратов в лаборатории, в промышленности с целью хранения и транспортировки газа. В конце экскурсии гости проследовали в здании научного центра мирового уровня, где в формате пресс-конференции директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Денис Нургалиев ответил на все интересующие вопросы журналистов. Один из центров, который закрывает один из пунктов стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, создан в Казанском университете. Казанский университет является главным в кооперации с Колтехом, Губкинским университетом в Москве и Уфимским медицинским университетом. Вот этот научный центр мирового уровня направлен на увеличение эффективности добычи жидких углеводородов. Напомним, что на прошлой неделе НЦМУ КФУ представил свою площадку на Республиканском нефтяном форуме, где глава Татарстана Руссам Миниханов высоко оценил наработки центра. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универ Ньюс. В Тегеране состоялись трехсторонние переговоры России, Ирана и Турции по урегулированию конфликта в Сирии. Подробности смотрите далее. В Тегеране состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана Реджепом Таипом Идраганом и Ибрахимом Рейси по урегулированию конфликта в Сирии. Переговоры в иранской столице – первая личная встреча глав государств с начала пандемии коронавируса. По итогам встречи было сделано совместное заявление, в котором Россия, Иран и Турция подтверждают намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют там под разными названиями. Также отмечается, что три страны сохраняют приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии. Сирийский кризис – это один из крупнейших международных и внутриполитических конфликтов, который существует до сих пор, до конца не урегулирован. И Россия принимала в урегулировании сирийского кризиса одну из важнейших ролей. И поэтому вот это направление, оно для России знаковое, важное, стратегическое. Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Тогда, в январе 2017 года, гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция, так называемая «Астанинская тройка». Ее целью объявлено урегулирование военного конфликта в Сирии. Страны-участницы регулярно проводят саммиты и принимают решения по урегулированию ситуации. Они приняли решение, что нужно путем международного диалога, путем международной дипломатии завершить этот кризис, покончить с терроризмом, ну и как частный вопрос покончить с присутствием американских войск на территории Сирии. Вот это как бы ключевая задача. А кроме того, решался целый ряд сопутствующих вопросов. Соответственно, центральный вопрос в переговоров с Тегерами – это вопрос о окончательном урегулировании Сирии по кризису. В рамках тегеранской поездки Путин также провел двусторонние переговоры с лидерами стран. На встрече с президентом Турции решался вопрос вывоза украинского зерна. Путин поблагодарил турецкого президента за посредничество в переговорах по поставке зерна через Черное море. Также президент Российской Федерации поговорил и с иранским коллегой. В ходе встреч обсуждалось сотрудничество в нефтегазовой сфере. Президент Ирана подчеркнул, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами, зафиксированы рекордные цифры товара оборота. На данном этапе главным инструментом урегулирования Сирии по кризису является международное сотрудничество в рамках дипломатического процесса. И здесь инструментом именно дипломатического урегулирования должна выступать Астанинская тройка. Следующий трехсторонний саммит в астанинском формате с участием Турции и Ирана пройдет в России. Согласно заявлению, встреча должна пройти до конца 2022 года. Отмечается, что стороны хотят расширить формат саммита за пределы ситуации в Сирии. Алина Красильникова, Универньюс. Коронавирус не дает населению земного шара полноценно вдохнуть воздух и свободу более двух лет. 19 июля стало известно, Россию ждет еще одна борьба с вирусом под штаммом омикрона кентавром. В России впервые выявлен вирус омикрон штамма коронавируса кентавр. По информации Роспотребнадзора, все пять случаев заражения новым вариантом были выявлены в Москве. При этом заболевания протекают у пациентов в легкой форме и ни один из них не госпитализирован. По словам ученых, кентавр считается еще более заразным, чем свой предшественник. Однако вызываемая им болезнь крайне редко протекает в тяжелой форме. Симптомы нового вируса не отличаются от того же омикрона или любого другого простудного заболевания. Часто это повышение температуры, сухой кашель, головная и мышечная боль и слабость. Кентавр заражает верхние дыхательные пути, но, к счастью, практически не попадает в сами легкие. Тем самым не вызывает острого течения болезни. Самое главное, он содержит, смотря, конечно, как считать, 36 мутаций в S-белке. То есть это шиповидный белок, как раз отвечающий за то, как вирус связывается с клеткой и проникает в нее. Для сравнения, первые штаммы, альфа, бета, дельта, они имели гораздо меньшее количество мутаций. То есть меньшее количество мутаций на весь вирус, чем кентавр только в одном белке. Впервые его выявили в Индии. Но на то он и вирус, что быстро распространился на другие страны. В Великобританию, Соединенные Штаты Америки, Австралию, Германию, Канаду и Россию. Ученые отмечают, кентавры действительно распространяются по всему миру, но не с той скоростью, с которой разрастались дельта и омикрон, которые за 2-3 месяца вытеснили все остальные виды. Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения призвала страны принять меры из-за новой волны. За последние 6 недель отмечен высокий рост заболеваемости в России. При этом не все регионы спешат вернуть ковидные ограничения. Так, власти Санкт-Петербурга и Калужской области порекомендовали жителям своих регионов носить маски в общественных местах. Осенью всегда наблюдается всплеск сезонных респираторных заболеваний. Ну, то есть, условно говоря, все начинают простудить или грипповать. Это связано с тем, что люди выходят из отпусков, дети возвращаются в школы, в детские сады, и, соответственно, плотность контактов людей резко возрастает, и создаются оптимальные условия для распространения вирусов. Ученые предполагают, что кентавр все же не служит большой угрозой для населения. Однако наличие мутации в С-белке делают вирус более устойчивым к иммунитету, который выработался в ответ на вакцинацию или ранее перенесенные заболевания, вызванные иными штаммами коронавируса. Карина Саяхова, Универньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok